В окрестностях села Перхушково потерпел крушение немецкий боевой самолет. В далеком 1941 году на подмосковной земле шли ожесточенные бои. Сейчас, спустя несколько десятков лет, на месте его падения работают опытные поисковики Одинцовского отряда «Китиш». Такие находки бывают нечасто. Это настоящая загадка истории, которую ребята постараются разгадать. Это и в воспитательном плане, и в плане военно-патриотического воспитания вот этим людям, которые, особенно молодым, здесь много ребят сегодня, которые эти фрагменты будут собирать, они это вот прочувствуют через себя, что вот она мощь советской армии, советского противовоздушного обороны. К отряду присоединились местные жители, добровольцы и волонтеры, представители военно-патриотических клубов и даже блогеры. Не остались в стороне и маленькие краеведы. Участники разделились на группы, вооружились лопатами и металлоискателями. Детям выдали мешки для сбора находок, после чего Антон Кузнецов и его команда отправились на поиски. Команды, которые назначены, могут отправляться по окрестностям, в пределах там звукового слышимости голоса. То есть слышно, что мы здесь переговариваемся, то есть где-то метров 100, 150, 200 вокруг вот так можно ходить. Участники поисковой экспедиции провели поверхностный сбор фрагментов авиатехники, чтобы определить облако рассеивания, обломков и эпицентр падения самолета. Это поможет установить причины аварии, модель упавшей машины и другие интересные факты. Ну а заветные трофеи не заставили себя долго ждать. Первым, кому улыбнулась удача, стали маленькие искатели. Мы нашли деталь от самолета, предположительно. Надеемся, найдем больше. Лена ловко обращается с Морковкой. Так называют детский металлоискатель. Она уже не в первый раз принимает участие в поисковых мероприятиях. И с каждым разом ее интерес к такому увлечению только возрастает. Некоторые пришли на поиски всей семьей. Мы с этим отрядом работаем уже третий раз. Детям очень интересно. Они, конечно, устают, но в целом ощущения такие, когда они находят свои первые находки, первый в день, так скажем, это такие ощущения передаваемые. Они очень рады, гордятся ими. В ходе поисковых работ азарт участников набирал обороты. Устроили даже своеобразные соревнования между группами. Некоторые быстро выбились в лидеры по скорости и количеству обнаруженных находок. Три уже мы нашли вещи. Сейчас вот пойдем четвертый искать. Ну что, нашли? Командир отряда Антон Кузнецов всегда принимает самое активное участие. В этот раз ему удалось обнаружить важную деталь самолета. Фрагмент авиационного алюминия. Вот она плавленной, и в большом количестве такие фрагменты здесь попадаются, что говорит о том, что вот где-то здесь был или взрыв, или уже упавшая машина горела. Подобные детали обнаружены не только на поверхности, но и на глубине около метра. Поисковики даже нашли части гидравлической и электрической систем самолета. Номерные детали, фрагменты лонжерона, обшивки и другие части машины. Все найденные предметы передадут в исторические музеи и школьные уголки боевой славы, а на основании архивных данных восстановят обстоятельства крушения. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».